МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ха-ха-ха! Ку-ку-плей! Привет, ребята! У меня тут такое произошло! Попросил робота разобрать вещи. А точнее, помочь моему товарищу-спортсмену собрать нужные вещи. Нужный спортивный инвентарь. В общем, он набросал в чемодан нужное и ненужное. Какие-то игрушки и настоящие спортивные предметы. Землянин, я готов выполнить ваши указания и защищать вас от любой напасти. Что он несет? Какой напасти? Мне нужно просто собрать чемодан. Попробую еще разок с этим роботом. Может быть, он все-таки мне поможет? Он же должен быть умный. Так, кнопка называется помощь. Выключаю систему. Увидимся в следующий раз. Эх, все с ним ясно. Поможете мне вы, ребята. Ну и я сам тоже покумекаю. Итак, поехали. Маленький квест. Главное не забыть, что здесь у нас пять настоящих спортивных предметов. Так, это у нас удочка. Вообще-то бывает спортивная рыбалка. Да-да. Только эта удочка игрушечная. Она нам не подходит. Ммм, что же это у нас? Это у нас сачок ловить бабочек. Ну, такого спорта не бывает. Правда, им еще можно помочь поймать рыбку. Это называется подсачек. Но в спортивной рыбалке он не используется. Смотрим дальше. О, хе-хе, игра. Опа, гол. Хе-хе, баскетбол игрушечный. Баскетбол это спорт, но это игрушка. Хмм. Настоящая спортивная волшебная палочка. Хе-хе, понятно, что это игрушка. А это у нас какая-то маска плавательная. Нет. По-моему, это очки. Что это, ребята? Вы не догадались? Это же защитные лыжные очки. Для, например, горных лыж. Это самые настоящие спортивные очки. Это первый предмет мы нашли с вами. Настоящие. Готово. Первый предмет. Так. Это, по-моему, у нас, ребята, мячик. А какой? Для какой игры? Для футбола, конечно. Только он игрушечный. Плюшевый. Еще один мячик. Хе-хе, игрушечный. Подождите. А может быть, это настоящий спортивный мячик? Может быть, подскажете, для какой игры используется этот шарик? Ух ты, как здорово прыгает. Я знаю, для чего он используется. По нему чем-то надо ударить. А! Используем волшебную палочку. А вообще-то по нему бьют ракеткой. И называется это теннис. Только настольный или пинг-понг. Поехали. Итак, вторая вещь. Нами найдена. Настоящий спортивный мячик для пинг-понга. О! Какая интересная вещица. Ружье? Или лук со стрелами? Да нет. Это вроде бы и ружье, и вроде бы лук со стрелами. А вместе все это называется арбалет. Такое древнее оружие. Так. Заряжаем тетиву. Сюда ставится стрела и стреляется. Ну, вообще-то, ребята, есть такое спортивное состязание стрельба из лука. А это, конечно же, игрушка. Хоть и похоже на настоящую. А где же стрела от него? Какие-то маленькие стрелки здесь. Ну, это явно не они. Тут нужна какая-то большая. Так, стрелы, походу, здесь нет. Чем же выстрелить? Прибегнем к волшебству, к волшебной палочке. Используем ее как стрелу. Заряжаем. Раз, два, три. Ага. Так, у нас с вами должно остаться еще три предмета настоящих спортивных. Смотрим. Ух ты, какая интересная палочка. Как будто бы палочка для того, чтобы опираться старенькому дедушке на эту палочку. Но нет, она какая-то тяжеленькая. Может быть, это палочка-чесалочка. Почесать спинку. Хе-хе. Ну, скорее всего, это клюшка. Только почему-то очень маленькая. Помните, в хоккей играют настоящие мужчины, играют с шайбой. Только клюшка большая. А это клюшка. Клюшка для гольфа. Конечно, есть такой спорт. Очень интересный. Я играл в гольф. Только мячик там должен быть такой же маленький, но не такой легкий, а тяжеленький. Хе-хе. И играют в гольф не на льду, а на траве. На зеленой травке. Так. Я уже не помню, как бить по мячику. Ну, попробуем как-нибудь размахнуться. Раз, два, три. Ой. Итак, у нас с вами, ребята, уже три спортивных предмета. Посчитаем лыжная маска, шарик для пинг-понга и клюшка для гольфа. Раз, два, три. Смотрим наш чемодан. Здесь у нас те самые стрелы, которые я уже обнаружил. Три каких-то стрелы. Попробую вытащить. Ого. Вот это да. Это что, боевая стрела? Она острая? Игрушка это не может быть. Я думаю, слишком опасно играть в такие игры. Это, конечно же, спортивная стрела. Только как же ей стрелять? Эти стрелки называются дротики. Они используются для игры в дартс. Дартс это стрельба по мишени. А вот и мишень. Нам нужно попасть в самое главное место. Вот в эту точку. Тогда больше всего очков мы заработаем. Так. Тут у нас три стрелы. Значит, у нас есть три попытки. Пробуем. Отойдем подальше. Раз, два, три. Оп. Не попал. Раз, два, три. Оп. Совсем далеко. Раз, два, три. Ха-ха. Опять не попал. Но все равно это очень увлекательно. Попробуем поближе. Хе-хе. Почти попал. Итак, стрелы. Это номер четыре. Стрелы для дартса. Получается четыре предмета. Маска, шарик, клюшка и стрелки, дротики. Четыре предмета. Ну, подождите. Нам нужно найти пятый предмет. Здесь я вижу только шахматную доску. Хм. Больше в чемодане ничего нет. Может быть, внутри коробки с шахматами что-то есть? Попробуем открыть, достать и посмотреть. Оп. А внутри, хм-хм, как странно. Шахматные фигуры. Белые и черные. Ну, подождите думать о том, что это игрушка. Конечно, это древняя игра, но теперь это спортивная игра. Да-да, это спорт шахматный. Конечно, в этом спорте не нужно развитой огромной мускулатуры, а нужны развитые мозги, ум. Чтобы играть в эту игру, нужно очень долго учиться и иметь очень острый математический ум. Ой. Приветствую, командир. Ой, включился мой помощник. Вовремя. Кстати, я как раз хотел сказать, что многие роботы специально создаются для того, чтобы играть в шахматы. Да-да, играть с человеком. И иногда роботы выигрывают у человека в шахматы. Хе-хе, только не мой. Кемлянин, я готов выполнить ваши указания и защищать вас от любой напасти. Ха-ха-ха. Да не надо меня ни от чего защищать. Ты давай собери эти спортивные предметы в чемодан и отдадим чемодан нашему товарищу спортсмену. Хотьба вперед. Поворот направо. Поворот направо. Приступай. А мы с вами еще увидимся. Пока.